Всем привет друзья! У нас тут каменные розы продаются в Ашане. Вот зашел, вот так вот стоят они. Сейчас я вам все обзорчик покажу, все подробно расскажу. И друзья, рассказать и показать есть что? По 429 рублей. Вот такие вот друзья, роскошные, фаленопсис, чайда, стейси, чоколадропс. Друзья, это шоколадные капли в переводе. Ну а в простонародье эту орхидею, друзья, называют каменная роза. Одна, наверное, из самых знаменитых, самых популярных, из самых вожделенных орхидей среди не только архаманов-профессионалов, но тех, кто уже давно, я имею ввиду, увлекается орхидеями, но и среди архаманов-новичков, потому что это, друзья, орхидея, ну просто бомбическая. Она обалденная. И 429 рублей. Я в шоке. Вот, о-о-о, друзья, смотрите, какая роскошь. Вот ровно, ну чуть, наверное, меньше двух лет назад, помните, мы вместе с вами вот так зашли в Ашан и купили уценочку, вот такую вот подмороженную, скукоженную, скукушопленную орхидеючку, которую принесли домой. У нее были замерзшие лепесточки вот такие вот. И мы ее пересадили, и, друзья, за полтора года она 6 раз нас радовала своим цветением. Кстати, видите, листик немножко поврежден, но это физические повреждения. Орхидея очень хорошая, в хорошем состоянии. Корни у нее просто бомбические. Новое слово в моем лексиконе бомбические. Смотрите, спаржеобразные, толстые, жирные, корнищи. Вот эту орхидею я просто не могу мимо нее пройти. Я ее сейчас обзорчик вам сделаю. Да я, наверное, все эти каменные розы заберу. Да, друзья, забегая вперед, я все эти каменные розы заберу. Ну, просто каменных роз, как уже, знаете, есть такая поговорка. О, и точка роста, все целое у нее. Каменных роз, как говорится, много не бывает. Тем более, что огромное количество друзей и знакомых меня постоянно просят. О, еще одна, Георгий, попадется, купи, попадется, купи, возьми. Мы тебе миллион подарим за это лайков, друзья. Вот, смотрите, какая красотка. Вот такую мы ее взяли. И в интернете среди архаманов постоянно идут споры, что это орхидея шоколад. Есть такая, друзья, дотринопсис айхсин чоколад. Друзья, шоколадка. Но это, друзья, не шоколад. Это чайда стейси чоколад дропс, друзья. А в переводе означает, еще раз говорю, шоколадные капли. А в простонародье ее называют каменные розы. Да у меня уже было видео, чем они отличаются. Вау, друзья, это же, это же, друзья, Тереза Мария. Орхидея Тереза Мария, которую очень часто путают с орхидеей золотая рыбка. Тоже как-то помню у нас на канале споры зрителей архаманов завелись, что мне, когда я, помните, в прошлом году, буквально я вам пару дней назад показывал золотую рыбку пересаженную, как она себя чувствует. И когда купил, смотрите, основание какое чистое, какие корни. Вот от этого производителя с буковкой F на оранжевом фоне всегда более или менее достойные орхидеи приходят. Красивые. Сейчас я вам здесь композицию расставлю и все орхидеи покажу. О, смотрите, какой нежный краб на бело-розовом фоне. Вот эти вот маленькие лиловые, лилово-бордовые крапушки. Посмотрите, какая красота. Вот здесь серединка оторвана. Можно посмотреть, какой настоящий у нее краб основной на лепестках. Жалко, конечно, растения. Честно говоря, я на языке что-то болтается. Не могу вспомнить, как она называется. Друзья, кто помнит, кто знает, у кого такая есть коллекция, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне напоминалочку я себе тоже в каталог занесу. А то, честно говоря, мне она попадалась и я забыл. У меня вылетело из головы, как она называется. О, листочек, смотрите. Новичкам на заметку, друзья, когда купите такой орхидею вот с таким вот кончиком, лучше всего не танцуйте с бумблом, а просто обрежьте этот кончик листика и все. Это может быть все, что угодно. Такие следы кончики оставляют, как и клещи, как и неправильный уход, как и вирусные заболевания. Также и нехватка, говорит о том, что может быть нехватка. Ох, какой ягуар! Нехватка каких-то микроэлементов. Поэтому просто обрезать, просто обрезать и наблюдать за растением. Посмотрите, какой роскошный ягуарище! Просто обалденная орхидея, огромная! Некоторые ее путают, эту орхидею, с диким котом. Но, друзья, это не дикий кот, это ягуар, хотя тоже из кошачьих. Посмотрите, какие корешищи, корешищи! Просто роскошный! Пушок был на кадре сейчас на палочке, на стоечке, держалке цветоноса. Но он легко убирается ватным диском, смоченным перекисью водорода. Полюбуйтесь, он обалденный! Сейчас я вам еще здесь покажу. Так, опа, здесь у нас что? Здесь у нас мелодия собственной персоны. Тоже хорошенькая орхидея, недавне выведенный сорт. Что у нас здесь еще? Вообще, я увидел, друзья, вам оранжевую орхидею. Пользуясь случаем, я как раз вам сейчас и сравню Терезу Марию, Терезу Марию, и вот эту вот орхидею, золотую рыбку, друзья. Ох, какой у нее окрас! Она вот, знаете, желто-морковная какая-то, знаете, она золотая. Она роскошно золотая, и меня очень привлекает этот цвет. Я вам сейчас вот поставлю их и проведу сравнительный анализ. Да вы уже сами увидите разницу этих орхидей. Вот на ваших экранах вот эта вот золотая рыбка, желто-морковного цвета, а вот эта Тереза Мария. Вы, на мой взгляд, камера передает моя стопроцентно, как они выглядят. И вот вы видите, слева золотая рыбка, справа Мария Тереза, друзья. Ну, на мой взгляд, мне даже и комментировать не надо. Вы видите отличия. Видите отличия. Кроме размера цветочков, вы видите, окрас отличается, друзья, отличается. Но желтая вот эта вот орхидея, золотая рыбка, меня, знаете, манит. Не хуже, как конкистадоров испанских в Америке манило золото, да. Меня манят вот эти вот орхидеи с оранжевыми. Ох, какие корни, гляньте, друзья. Да, сегодня в Ашане праздник такого завоза сортовых роскошных орхидей. В декабре, по крайней мере, еще не было. Ой, поломанный, смотрите, кончик цветоноса. Но это при транспортировке не страшно. Я бы все равно такую орхидею хапнул. Я, наверное, все-таки хапну эти орхидеи, друзья. Я вот сейчас их выставляю вот сюда на подиум. Это, наверное, все эти орхидеи, которые я сейчас наберу по 429 рублей. Так, это у нас Бухарест, да, Бухарест орхидеечка. Это уже постоянный герой наших обзоров из завозов, различные магазины сетевые. Тоже такой роскошный экземпляр. Это у нас Солинос, наверное, да? Да, точно, друзья. Это Солинос. Нежно-розовая орхидея. Кстати, Солиносы бывают разных окрасов. Да, друзья, полутонами отличаются. Посмотрите, какой подиум красоток, сортовых красоток. Орхидеи просто обалденные. Обалденные. У меня уж прям хомяк внутри просто разрывается. От хучунов. Хочу, хочу, хочу. Ох, какая, смотрите, нежно-лиловая. Так, там у нас пятнашечка стоит. Мы ее в прошлом и позапрошлом обзоре уже показывали эти орхидеи. Давайте еще посмотрим, что у нас. О, про эти романсы, друзья. Про эти романсы орхидеевичка. Тоже роскошная, красивая. Но она такая, знаете, тоже налюбительная. Мне вот что-то она напоминает такой бабушкин коврик. Не знаю, почему, друзья. Может быть, у меня какое-то больное воображение. Но мне бабушкин коврик напоминает, почему то. Вот не знаю, почему. Так, что у нас еще? Какие здесь архи... Желтые. О, желтые, друзья. Ну, это, наверное, друзья, Golden Embers. Да, точно, это Golden Embers. Сейчас я отнесу ее для контраста. Для общей картины экспозицию вам составлю. Смотрите, какая нежная фисташка вот такого она тона. Это орхидея тоже очень красивая. Посмотрите, вкупе с Golden Fish и с Алиносом смотрится изумительно. Такие, знаете, какие-то полупастельные тона. Вообще, я вот, вы знаете, я вот в эстетическом восторге от сегодняшнего обзора этих орхидей. Я все эти орхидеи знаю. И вам показываю, рассказываю иногда, что ты нам вот эти показываешь орхидеи по сто раз уже видел. Друзья, ну кто-то... О, посмотрите, какая орхидеечка похожа на Сакраменто. Но это, скорее всего, есть Сакраменто. Когда раскроется, он немножко побледнеет. А крас побледнеет, станет более таким нежным оттенком лепестки. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь на полочках. Вижу, у нас малявочки еще остались после прошлого обзора. Так, малявочки и пару осталось. Кренбери чач, друзья. А кто спрашивал, да, у нас они вот в этих стаканчиках продаются сейчас в розовых и серебряных. Вот, посмотрите, роскошная Кренбери чача. Обалденные орхидеи. Я уже показал на Катрину похожие на стандартную орхидею. Немножечко так отличаются, но они реально... Ой-ой-ой-ой-ой, как жалко, друзья. Вот когда попадется вам такая желтая орхидея, друзья, с желтизной и с хорошими корнями. Не берите. Это уже мертвая орхидея. Это мумия. На самом деле, она сгнила полностью. Это роскошная, красивая Феррара. Всего лишь только цветонос с цветами остался. Стоит все. Жалко эту орхидею. Цена, конечно, маленькая. Такая, знаете, аппетитная, но это мертвая орхидея. Так, что у нас здесь еще? Так, сануки стоят, дендробиумы. Мельтония стоит. Дендробиумы Нобили. Ароматнейшие, да. Крашенки стоят. Не буду я их вообще не люблю. И мне аж прям мурашки бегут от них. Так, из уценок у нас здесь, друзья. Пусто. Уценок сегодня в Ашане нет. Но что у нас с этой стороны, с обратной стороны? О, орхидеи похожи на Шанхай, друзья. Но это не Шанхай, это Вашингтон. Вашингтон красивый. Такой длинный цветонос. Сейчас я вам поближе покажу. Поближе покажу. Ой, полили. Только что течет прям с нее. Смотрите, какой роскошный. Чем-то издалека похож. Очень похож на Шанхай, который вам прям пару дней назад показывал. Все. На этой стороне ничего хорошего, интересного я не вижу. Кроме вот этого вот дендробиума. Вы спросите, что я все-таки домой забрал. А ничего. Вот, друзья, отложил все каменные розы. И подписчицы меня увидели. Я все каменные розы, друзья, отдал. Они прям так просили, так просили. А так что вот так. Сейчас бегу за корзинкой, за своей, которую слаживаю каменные розы. И отдам. А то и душа у меня будет спокойная.